Здравствуйте! При работе над корпусом русского перевода Махабхараты возникают разные сложности. Одна из них это не словарные слова. То есть по умолчанию в Варде есть некоторые слова про описание. Ну и конечно тысячи и тысячи слов из Махабхараты не входит в этот словарь. Вручную добавлять каждый из них словарь, добавить словарь, добавить словарь. Это весело, но когда перед тобой 600 страниц текста или там 300 страниц комментариев, то веселье быстро проходит. Вот. И я считаю, что мы нашли выход. Есть дополнительный пакет макросов, который называется методичка для Варда. Текст. Выделить ошибки и правописание. Вроде здесь ничего нет, не надо. Пуск. А вот он внизу идет. И слова будут выделены желтым цветом. Желтой заливкой. И в дальнейшем мы их сможем вынести в отдельный список. И тогда слова, упорядоченные по алфавиту, оказываются рядом. И можно с ними решать какие-то проблемы. То есть, они становятся более очевидными, чем когда слово просто встречается в тексте. Из-за того, что правильные и неправильные формы рядом, легче заметить, где именно неправильные формы неправильные. Значит, большая часть слов – это слова санскритские. Незначительная часть – это некоторые русскоязычные, поэтические, часто достаточно длинные, двух- или трехчленные обороты. С ними я не знаю, что можно сделать по-хорошему. Разве что составить такой небольшой словарик оборотов для... переводов санскритских каких-то образных выражений, в основном же все-таки речь о каких-то санскритизмах. И, собственно, наша задача составить такой словарь, чтобы, ну, подчеркивалось буквально несколько, может быть, десятков слов, а не, как сейчас, несколько тысяч. Что интересно, что таким способом легче выявить и ошибки в печатной книге. Есть некоторое количество, исчисляемое, там, скажем, десятком слов, предположительно устаревшее написание. То есть, нельзя сказать, что скрипт решает все проблемы, решает их человек. Но человеку гораздо легче работать с отдельным списком стремных слов, чем в документе из 250 тысяч слов спотыкаться об каждое 25-е слово. Вот. Таково мое мнение. Вот такой список из 2700 слов, ну, я просмотрел часа за, часа за 5, за 6. То есть, это не такое большое время. И если устранить какие-то недостатки, которые на поверхности, то это будет еще более продуктивная работа, то есть, будет меньше мусора. Ну, и, собственно, я считаю, что это тот путь, по которому сейчас и нужно идти. Итак, 3 минуты, 371 слово. Хорошо. Итак, вот у нас, я взял небольшой документ, чтобы это быстрее сработало. Хорошо. Значит, здесь то же самое проделано на всем тексте Адипарвы. Это запускал на я, я думаю, мой компьютер брыкался был, потому что у меня не 2003-й Word, а 2007-й. Вот. То есть, видно, что в тексте достаточно много все-таки таких слов. Адипарвы. Хорошо. После чего, на основе, ну, пусть даже не на основе, а тогда покажу текст. Значит, мы сперва делаем Ctrl-F. И у нас в поиске нету никаких параметров. Больше формат в делении цвета. И найти. И мы видим, что находятся все наши стрёмные слова. Хорошо. После чего, мы нажимаем в методичке текст, выборка поиском. Пуск. И мы увидим новый документ, в котором все эти слова будут собраны и упорядочены по алфавиту. Вордовские инструменты работы с правописанием, конечно, весьма примитивны. Вот. Хорошо. То есть, тут мы получили голый список. Можем сделать другой режим. Текст, выборка поиска с добавлением статистики. Учитывать регистры. Будем так, пуск. То есть, получается, перед тем, как читать саму книгу, сперва надо прочитать список стрёмных слов. А потом уже можно читать книгу. Потому что некоторые вещи скрипт всё равно не заметит. То же самое лона драупади, он не выделит, потому что лона – это законное русское слово. И поэтому тут уже только человек может найти такую фигню. Вот. То есть, тут уже статистика. Видно те слова, которые встречаются более часто. То есть, тут таких немного, но всё равно. Вот. Лигвидийских. Хорошо. Ну, собственно, вот я просмотрел выборку из 2700 слов к Ади Парви и написал свои выводы. Часть из которых технически исправимы, другая часть – они более сложные и пока остаются открытыми. То есть, например, мы пока исходим из того, что мы в словарь добавляем ганхарва, ганхарвам, ганхарвами, ганхарвах, ганхарве. Хотя эти слова могли бы склоняться, как и любое нормальное русское слово, но как это сделать, мы не знаем. И поэтому идём путём, ну, вот таким тупым, экстенсивным. А вот, то есть, у нас вычленены мною определённые подозрительные слова. А есть какие-то вопросы, например, нахмуря брови, почему нахмуря не опознаётся, мне непонятно. То есть, русская морфология, я считал, достаточно хорошо описана, а получается, что для Варда нет. Ну, на самом деле, я не настаиваю именно на Варде, можно хоть в питоне, хоть в TXT-документе, но как-то это надо всё решать, а не в ручном режиме. Вот. Спасибо. Вот и всё, что я хотел рассказать. Мне кажется, что мы нашли рабочий инструмент. Спасибо.